Девушки отдыхают Девушки отдыхают Как можно заразиться этой микроспорией? Что это вообще за зверь такой? В основном среди возбудителей микроспории различают две разновидности, которые паразитируют и у человека, и у животных. Заражение микозом возможно и посредством вещей, на которые попали чешуйки, корочки, шерсть больных животных, например, на подушку, одеяло, диваны, ковры и в том числе мягкие игрушки, или непосредственно от больного животного. Люди могут инфицироваться микроспорией также при использовании общими расческами, шарфами, одеждой. Ввиду высокой заразительности могут возникать эпидемические вспышки микроспории в детских учреждениях, в садиках, школах. А через сколько дней с момента заражения появляются первые симптомы заболевания? Ну, первые признаки болезни от момента контакта с больным животным обычно проходят от одной до двух недель. А как это проявляется? В чем симптоматика? На месте внедрения грибов, если поражена гладкая кожа, появляются красные пятна. Они могут быть или одиночными, или множественными. Для них характерна округлая форма с четким контуром. В центре она более бледная, может быть с шелушением. По периферии контур в виде возвышающегося такого валика с мелкими пузырьками, может быть, корочками. Вот могут быть еще очаги концентрически расположены, то есть, как бы вписаны один очаг в другой. Если поражена волосистая часть головы, то на ней обычно появляется один или тоже несколько, или обычно бывает один большой очаг. И по периферии такие мелкие отсевы очаги с шелушением. Волосы в очагах обламываются, образуются такие пенечки, или как по типу скошенного луга. На высоте обычно от 3 до 6 мм над уровнем кожи. И кроме волосистой части головы могут также поражаться брови, ресницы. Иногда могут развиваться формы с выраженным воспалением, с нагноением. И исходом этой формы заболевания микроспории может быть и рубцовые изменения, и облысение, и впоследствии косметические дефекты. Ну, а насколько это страшно или передается другим детям, например? Это заразное заболевание с высокой заразительностью степени. А что делать, если обнаружили проявления, похожие на микроспорию? Ой, ну мой совет сразу идти к врачу. Не заниматься ни в коем случае самолечением и не обращаться за помощью к работникам аптеки. Потому что часто советы от них получаются совсем не те, которые нам нужны. А вот, например, какие случаи самолечения вы встречаете? И насколько ли это вообще можно запустить? Приходят ли к вам люди уже с запущенными формами, чем это чревато? Ну, достаточно часто приходят дети с запущенными формами. И в том числе вот инфильтративно-нагноительные формы, когда на месте поражения уже не вырастут волосы никогда. Вот, ну, одно дело, когда это у мальчика, а у девочек, конечно, это все очень печально. Вот, и начинают обычно лечить гормональными мазями. Любимый всем сенофлан, который тоже вызывает совсем противоположное действие. И потом очень трудно таких деток лечить. А какие существуют варианты профилактики, чтобы не заразиться, не подхватить? Ну, прежде всего, соблюдение правил личной гигиены. Ну, объяснять детям, что не надо гладить всех кошек. Всех кошек любить невозможно. Вот, и если собрались завести домашнего питомца, то прежде всего его надо показать специалисту, ветеринару, чтобы он провел люминесцентную диагностику. Ну, это очень простой метод диагностики микроспории. Вот, и сделать прививки. Ну, еще есть такой зверь, как дерматофилиаз. А что это такое, если я еще и правильно это выговорил? Да, правильно. Дерматофилиаз – это поражение кожи, вызванное укусами блох. Вот, блохи могут как активно нападать на человека, вот, и… Но при этом кровь пьют не все. То есть могут просто укусить и убежать, а могут еще и кровушки попить. Вот, и при укусах оказывают механическое токсическое воздействие на организм. А какие блохи могут кусать человека? В чем опасность их укусов? Почему одни могут только цапнуть и убежать, а вторые еще и крови напьются, как вы сказали? Ну, наибольшую опасность, ну, и опять же, чаще встречается у нас укусы блох человеческих. Вот, она, укусы этих блок вызывают изменения на коже, называемая поликозом. Вот, ну, кроме этого могут кусать собачьи, крысиные и птичьи блохи. Вот, а в странах Африки, Центральной, Южной Америки, в Индии, ну, у нас в южных тоже областях, ну, бывшего Советского Союза, так скажем, есть песчаная блоха, и вот она, укусы ее уже внедряется самка в кожу, там развиваются яйца внутри нее, в общем, ну, это гораздо серьезнее уже поражение. А кого чаще кусают блохи? От чего зависит? Ну, чувствительность к укусам блох может быть различная, от минимальной до резко выраженной, что касается детей, женщин с нежной кожей. И бывают, ну, хуже проявления или больше, более выраженные у лиц, предрасположенных к аллергическим реакциям. Ну, считается, что лица с первой группой крови, так называемые универсальные доноры, чаще подвержены укусам насекомых. А среда обитания какая у человеческой, как вы ее назвали, блохи? Ну, это опасный паразит и человека, и собак, и других животных. Вот, она может быть переносчиком и чумы, и промежуточным хозяином разных гельминтов. Вот так вот даже. Да, обитает в щелях полов, подвалах, чердаках, в норах животных. Вот там же она развивается, откладывает, самки блохи откладывают яйца, вот, которые достаточно устойчивы во внешней среде. А как отличить какой-либо там укус именно от, ну, скажем, чтобы быть уверенным, что именно это укус блохи? Ну, точно какой вид блохи, конечно, так по виду укуса трудно определить. Но обычно после укуса блохи появляется зудящее белое или красное пятно, иногда может быть волдырь. И для укусов характерно наличие точечной кровянистой точечки в центре. Вот, высыпания чаще сгруппированные. Вот, укусы блохи больше располагаются на нижних конечностях. Но дети, которые в основном живут на полу, высыпания могут быть и на лице, и на туловище, и на верхних конечностях тоже. У лиц с предрасположенностью к аллергическим реакциям может развиться крапивница. Вот, общее состояние при укусах насекомых обычно не страдает. Но у детей, опять же, когда множественные укусы, они могут становиться беспокойными, возбужденными. И может даже повышаться температура тела. Вот, и в результате расчесов, потому что, ну, очень чешутся вместо укусов насекомых, может присоединяться вторичная инфекция в виде пиодермии. А это что такое? Пиодермия – гнонячковое заболевание кожи. Угу. Стрептодермия. Многие тоже слышали. К вам с укусами еще каких насекомых обращаются? Ну, в летнее время очень часто с укусами комаров. Вот, множественные укусы комаров очень опасны для детей, страдающих атопическим дерматитом. Это тоже достаточно частное заболевание. Много деток у нас таких. Вот, и множественные укусы вызывают обострение. Вот так вот. А какова первая помощь, может быть, оказана детям при укусе насекомого? Ну, если искусали, так случилось, или блохи, или комары, место укуса необходимо обработать дезинфицирующим средством. Ну, лучше использовать водные растворы, например, хлоргексидина, который должен быть в домашней аптечке у каждого. Вот, и также категорически против применения гормональных средств, вот, и нужно смазать именно противозубным средством, псилобальзамом, прориседом, которые просто снимут зуд и немножко отечность уберут в области высыпаний. И когда отправляетесь на прогулку с детьми в вечернее время, в сад, в парк, надо пользоваться репеллентами, защитным средством от укусов насекомых. Я благодарю вас за информацию, за советы. Напомню, что у нас в гостях была заведующая детским отделением Луганского республиканского дерматовенерологического диспансера. Луганской народной республики Валентина Соломина. Приходите к нам еще, а вы, друзья, оставайтесь на нашей чистоте. Следующий. Здравствуйте, доктор. Жалуйтесь. Да я похвастаться. А, ну тогда будьте здоровы.